Благодаря им мы 70 лет живем под мирным небом. Юбилейные медали получают ветераны войны. Торжественный вечер прошел сегодня на Муромском приборостроительном заводе. Подробности в сюжете. Антонина Остафьева пришла работать на Муромский приборостроительный завод школьницей в октябре 1941-го. За этим праздничным столом она единственный оставшийся в живых представитель той самой легендарной для оборонного предприятия бригады, выпустившей для фронта первую продукцию. Юбилейная медаль к 70-летию победы, как дань уважения участницы трудового фронта, нашла свое законное место на ее груди. За все бессонные часы, дни и ночи, проведенные у станка. Ой, какие часы. Не часы работали, а сутками. Вот нужно и двое суток, и потом даже дежурили. Вот кончили, дежурили целую ночь. От лица руководства округом, депутатов городского совета, администрации предприятия в заводском музее чествуют самых дорогих людей – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Не зря поезд сказал, медаль за бой, медаль за труд из одного металлорита. Еще неизвестно, где было тяжело. Да, на фронте было тяжело. Но и здесь, в тылу, те, кто кровал победу. Без чьих снарядов, без чьих танков, без чьих самолетов не было бы нашей победы. С каждым годом тех, кто, не щадя себя, забыв про сон, семью, здоровье, делал продукцию для фронта, становится все меньше и меньше. Справившись с фронтовыми сороковыми, они стали беззащитными перед временем. На сегодняшний день с наших заслуженных ветеранов в живых осталось 5 участников войны и 247 участников трудового фронта. Сегодня, к сожалению, пришло очень много человек, всего 26 человек. Остальные по состоянию здоровья прийти на эту встречу праздничную не могут. Поэтому мы всем до единого развезли медали, удостоверения и праздничные наборы от администрации предприятия. В преддверии большого праздника всего российского народа, 9 мая, оставшиеся в живых фронтовики, работавшие на Муромском приборостроительном заводе, получат от руководства предприятием денежное вознаграждение. Помимо региональных выплат, дополнительно по 5 тысяч рублей. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости Муром. Редактор субтитров А.Семкин